Добрый день еще раз, уважаемые слушатели! Мы с вами находимся в пространстве библиотека издательств, совместный проект Дирекции Мосразвития Парка Завядия Департамента Культуры Правительства Москвы, и мы, специалисты Методического Центра по партнерским программам и внебюджетной деятельности ЦБС ЮЗАО, продолжаем наш марафон, который называется «Добрые книжные традиции». И сегодня у нас в гостях замечательное издательство с очень таким поэтическим названием «Босс Лен», директор по развитию Анатолий Бычков. Я передаю слово и очень надеюсь, что вы расскажете о литературе именно так, чтобы захотелось обязательно купить и сделать подарок. Да, Венера, спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Издательство «Босс Лен» рада находиться здесь, рада иметь возможность поприветствовать вас всех. И слова благодарности Дирекции Мосразвития Департамента Культуры Правительства Москвы за эту предоставленную возможность. И действительно, «Добрые книжные традиции» — прекрасное название для сегодняшнего мероприятия, которое проходит в преддверии Нового года. Вот перед нами ёлочка. Мы давно знаем, что книга — это лучший подарок. Важно, чтобы подарок доставлял удовольствие тому, кто дарит, и тому, кто этот подарок получает. С книгами издательства «Босс Лен» вы можете быть уверены, что и содержание книг, и их полиграфическое исполнение находятся на высочайшем уровне и точно вызовут только приятные впечатления, приятные эмоции у тех, кому вы эти книги будете дарить. А для того, чтобы понять, какие книги для кого предназначены, я попытался их разложить по небольшим тематическим разделам. Итак, кто же тот человек, который должен получить от вас подарок, ай, подарок — книгу? Допустим, это государев человек или бизнесмен. В этом случае я могу порекомендовать вот такую уникальную книгу, которая называется «Золотой запас империи. Капитали, коммерции и деловой жизни России конца XIX и начала XX веков». Эта книга интересна тем, что её составитель, историк, научный сотрудник Государственного исторического музея, создатель музея Московской биржи Ирина Дмитриевна Архангельская, составила её на материалах периодической печати и научных изданий как раз того периода, которым эта книга посвящена. Ирина Дмитриевна использовала порядка 50 источников, и получается так, что в этой книге практически нет авторского текста, а о структурах и людях, которые этими структурами управляли, рассказывает голос эпохи, голос того времени. Этот период знаменателен тем, что Россия вошла в пятёрку промышленных, в пятёрку государств мировых по промышленному производству. И для того, чтобы понять, за счёт чего это было достигнуто, Ирина Дмитриевна выделила определённые структуры. Это банки, биржи, страховые компании, выставочная деятельность, ну и, естественно, правительственные организации и тех людей, которые в них работали, благодаря чьим усилиям Россия достигла этих высоких показателей. Весь рассказ, как я уже сказал, идёт прямой речью того периода времени. Помимо текстов, книга дополнена уникальными иллюстрациями, как чёрно-белыми, так и цветными, из изданий того времени. Это, ну, тут даже сам формат издания приближает нас к, ну, такому журнальному, наверное, типу, как раз и помогает ощутить дух той эпохи, книжно-журнальной продукции. Это прекрасный подарок. Обратите внимание на эту книгу. Ну, следующая книга, которую можем предложить в этой же категории, это книга Натальи Николаевны Зазульной, князь Александр Николаевич Голицын, неизвестная во всех отношениях. Читается, как увлекательнейший исторический роман. Я могу небольшой пример только привести, да, то есть вы видите, какая интересная обложка. Эта обложка сделана из картины, которая висит в Третьяковской галерее. И во время одной из экскурсий Наталья Николаевна услышала, как экскурсовод возле картины князя Александра Николаевича Голицына ставшего героем нашей книги, рассказывала про другого Александра Николаевича Голицына. Именно это сподвигло Наталью Николаевну описать жизнь и события, в которых принимал или не принимал участие Александр Николаевич Голицын. Книга проиллюстрирована огромным количеством прекрасных картин. Практически на каждого героя, который упоминается, приведен его портрет или картина, которая погружает нас в ту эпоху, дает нам возможность оценить контекст происходивших событий. Ну и, как я уже сказал, это прекрасный исторический роман, историческая проза, написанная экспрессивным, ярким и увлекательным языком. Обратите еще раз внимание, Наталья Николаевна Зазульна, князь Александр Николаевич Голицын, неизвестные во всех отношениях. Перейдем к книгам, которые будут очень интересны тем, кто любит литературу и тем, кто любит художественное искусство. Серия книг, которая у нас в издательстве существует, называется «Писатели рисуют». Она дает возможность посмотреть на художественные достоинства, художественные таланты писателей, поэтов, которые нам известны со своей поэтической или литературной точки зрения. Ну, например, вот эта книга рассказывает о писателях-поэтах Серебряного века. Тут представлены работы Поликсена Соловьевой, Брюсова, Блока, Белого, Волошина. У всех рисунки довольно разные, своеобразная техника этих рисунков тоже отличается. Если вначале у Поликсена Соловьева идет такая интересная, строгая графика, то Волошинские акварели, я думаю, известны многим. Книга издана на прекрасной бумаге с интересным оформлением переплета. Дизайн книги и дизайн серии принадлежит мэтру книжного дизайна Борису Владимировичу Трофимову. В этой же серии у нас представлена книга, раскрывающая таланты английских писателей. Это Текерей, Лир, Киплинг, Честертон. Есть книга, которая раскрывает художественные таланты Гоголя, Тургенева, Достоевского. Ну и в этой же серии у нас представлена книга «Неизвестный Станиславский». Мотивы к постановкам, декорации, эскизы, костюмы, гримы. Эта книга, пожалуй, самая титулованная в портфеле нашего издательства. Только в этом году автор книги Марфа Николаевна Бубнова, директор Музея МХАТа в момент написания этой книги, получила награду московского правительства из рук Сергея Семеновича Собянина и награду премии Станиславского в категории театроведения. Вы можете посмотреть, как необычно выполнен переплет этой книги. Без ложной скромности могу сказать, что мы первые в России придумали такую возможность переплета, когда твердый переплет становится мягким, пластичным, его очень удобно держать в руках и перелистывать. Ну а состоит книга из рисунков Константина Сергеевича Станиславского. Эти рисунки опубликованы впервые. Да что опубликованы, они и выставлялись-то практически считанное количество раз еще во времена Советского Союза, и то не полностью. Эти рисунки хранились в разделе Музея МХАТ, который называется «Режиссерская библиотека». Они выглядели, небольшие альбомчики, примерно такого вида, которые были маркированы инициалами Константина Сергеевича Станиславского-Алексеева. Поэтому там были рисунки КСА. Вот так это выглядели. Вот такие это были альбомы. И эти альбомы не очень большого формата, так чтобы их удобно было носить с собой в кармане пиджака. И получается, что Константин Сергеевич, развивавшийся во многих направлениях художественных искусств, он и пел, и танцевал, и сам принимал участие в театральных постановках как актер, любил гримироваться. И, кстати, его фотографии практически во всех спектаклях, в которых он сам принимал участие, тоже приведены в этой книге. Это очень редкие фотографии. Ну так вот, и он с детства развивал себе художественное мастерство, зарисовывая сначала домочадцев, дачу, потом свои впечатления от европейских поездок. Ну и, естественно, когда он посвятил себя театральному искусству, он очень много и очень подробно прорабатывал гримы, костюмы, сценографию, декорации. И все это представлено в этой уникальной и действительно заслужившей свое призвание книге. Прекрасный подарок тем, кто любит искусство, театр. Рекомендую. И не только я. Дальше, раз уж мы завели речь про то, как Константин Сергеевич пел, да, там, музыкальное искусство, я могу показать одну из новинок, который вышел у нас буквально на днях. Это книга Михаила Семеновича Казинника «Музыкальные антидепрессанты». Ну, вы все знаете, это был тяжелый год. Мы провели очень много времени в самоизоляции, не всем это легко давалось. А каким образом можно было бы облегчить это пребывание? Это, безусловно, классическая музыка, которая для многих выглядит чем-то далеким, непонятным. А вот как начать получать удовольствие от классической музыки, как начать понимать ее, как радоваться от прослушивания этой музыки, это рассказывает Михаил Семенович. Он прекрасный лектор. Вы наверняка слышали его выступления на радио «Орфей», или посещали его личные выступления. В данной книге все музыкальные произведения, о которых рассказывает Михаил Семенович, можно прослушать. Книга дополнена QR-кодами. И после того, как вы прочитываете, или перед тем, как вы прочитываете определенную главу, посвященную тому или иному произведению, вы можете его прослушать в исполнении тех оркестров, коллективов, чье исполнение, по мнению Михаила Семеновича, наиболее полно раскрывает его мысли и его мнение по поводу этих произведений. Читается книга не менее увлекательно, чем сам процесс слушания Михаила Семеновича. Это просто удовольствие, это какой-то восторг. Михаил Семенович Козинник. Музыкальные антидепрессанты. И продолжаем тему музыкальную книги Ирины Сироткиной «Танец. Опыт понимания». Насколько сейчас все увлечены танцами, различными танцевальными постановками. А вот основы двигательной культуры, так называется курс, который Ирина Сироткина читает в высшей школе экономики, помогают понять основу танца. Откуда танец происходил, как он воспринимался на разных этапах своего развития. И книга рассказывает про знаменитых танцовщиков, про известные постановки. И точно так же она у нас снабжена QR-кодами. Можно ознакомиться с теми постановками, которые послужили Ирине толчком для написания этой книги. Здесь есть и, ну там, не знаю, Ролан Быков танцует «Танец Комароха» в фильме Андрея Тарковского, Андрей Рублев, так и постановки, которые были созданы по разработкам Асидора Дункан и современные постановки. И вот такая интересная, красивая, легкая, увлекательная книга послужит прекрасным подарком тем, кто хочет понимать танец глубже, лучше, просто разобраться в этом вопросе. Ирина Сироткина «Танец. Опыт понимания». Друзья, а теперь от музыкальной темы перейдем к теме поэзии. Прекрасный подарок всем, кто увлекается поэзией, это вот несколько наших книг, которые я сложил в эту стопку. Начну с книги Юрия Левинга «Поэзия в мертвой петле. Мандельштама. Авиация». Юрий Левинг, прекрасный филолог, профессор канадского университета Дальхаузи, разобрал стихотворение Осипа Емельевича Мандельштама «Мучнистой бабочкой белой». Он высказал предположение, что послужило для написания этого стихотворения, в каком окружении, в каком контексте это стихотворение писалось. Это первая часть нашей книги. А во второй части идет разбор нескольких поэтических сборников начала советского времени. Это «Лед» и «Сталинские соколы», в которых советские поэты посвящали свои стихи такой передовой, такой прогрессивной теме авиации, которой авиация была в начале XX века. Дизайн книги тоже принадлежит Борису Владимировичу Трофимову. Это значит, книга получается яркой, современной. Она дополнена изображениями автографов Осипа Эмильевича. И эта книга выпущена к 130-летию, с его дня рождения. Очень интересная книга и очень хорошие отзывы у тех, кто уже успел с ней ознакомиться. «Сталинские соколы» А это практически хит нашего издательства в этом году. Книга, посвященная переводческим трудам Марина Ивановна Светаевой «В лучах рабочей лампы». Мы знаем, что Марина Ивановна переводами практически зарабатывала себе на жизнь. И в этой книге приведены все поэтические переводы, атрибутированные на текущий момент. Причем 28 из них публикуются впервые. До этого они не были атрибутированы в руке Марины Ивановны. В книге переводы порядка с 11 языков, если я не ошибаюсь. И зачастую они приведены, ну, они так и приведены. То есть язык оригинала и перевод, который сделала Марина Ивановна. Понятно, что не всеми языками она владела напрямую. Где-то она использовала подстрочники. И тем интереснее сравнить как раз язык оригинала и стих, который получился у Марины Ивановны. Как она сохранила темп, как она сохранила структуру стихотворения. Естественно, здесь тоже есть изображение черновых и беловых набросков, которые Марина Ивановна делала во время переводов. Есть такие потрясающие моменты там подсчет строк, потому что переводчикам платили за строки переведенные. И вот Марина Ивановна считала, сколько она строк перевела для того, чтобы понять, хватит ли этой работы на то, чтобы прожить очередной период. и переводы собраны по периодам, которые также обозначены у нас на корешке книги. И книга получилась теплая, ламповая. В ней использована такая приятная пухлая бумага. Несмотря на свой объем, она довольно легко держится в руках. Ее приятно листать, читать. А стихи Марина Ивановна они потрясающие. Поэтому очень рекомендую книгу «В лучах рабочей лампы». Ну и уж раз речь зашла о поэзии, то куда же без нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Это такая забавная, может быть, немножко озорная книга Михаила Визеля, шеф-редактора сайта «Год литературы». Появилась как нельзя вовремя. Буквально в первой декаде июля с идеей этой книги Михаил пришел к нам, а уже в сентябре на московской книжной ярмарке мы провели первую презентацию. Для написания этой книги основой послужили письма, которые Александр Сергеевич написал из Болдина, где он оказался не на самоизоляции, но на карантине, который был по холере в 1830 году. И вот эти письма, которые Александр Сергеевич писал из Болдина, они дают возможность просто другими глазами взглянуть на нашего величайшего поэта-писателя. Поэтому мы здесь немножко похулиганили, да, и тоже надели на Александра Сергеевича защитную маску, которую, безусловно, он не носил в то время, но это в том числе роднит и приближает его к той с нами, к той ситуации, в которой мы все оказались в этом году. А Михаил очень подробно разбирает письма, стиль их написания, рассказывает, кому они адресованы, каким контекстом эти письма вызваны, и пишет Александр Сергеевич просто потрясающе. Понятно, есть официальные письма деду своей невесты или хулиганские письма, которые он пишет своим друзьям. В книге приведены и изображения самих писем, и текст оригинала, если это на французском языке, то французский язык, ну и, естественно, современный перевод этого письма. И ну там, не знаю, такие интересные моменты, которые некоторые фразы из этих писем приближают к мессенджерам, привычным всем сегодня. А то, как Александр Сергеевич писал, действительно очень быстро, хлестко и очень совпадает по по стилю зачастую с тем, что мы используем там в написании наших сегодняшних коротких сообщений. Книга озорная, веселая, умная, читать ее одно удовольствие. Поэтому это такой подарок для всех. Читается она довольно быстро, поэтому те новогодние каникулы, которые нас всех ждут, как раз прекрасно скрасить этой интересной и веселой книгой. Но если на новогодних каникулах вы задумались о внутреннем туризме, а внешнем туризме сейчас задумывается не очень просто, у нас есть такая книга, как «Люди на карте Россия от края до крайности». Это, безусловно, не путеводитель, но по прочтению этой книги возникает непреодолимое желание путешествовать и изучать нашу страну. Книгу написал Владимир Севериновский, наш современник, журналист, фотограф. На написание этой книги ушло достаточно много лет, за которые Владимир успел объехать все субъекты нашей федерации и о том, какие приключения с ним случались, про то, с какими людьми он встречался, про истории, которые он услышал, про прямую речь, которая так в книге у нас и приведена. Когда мы не знаем собеседника, только читаем те слова, которые услышал Владимир во время встречи с этими людьми, они погружают нас в те эмоции, которые испытывал Владимир. И если вы много путешествовали, вы можете сравнить свои впечатления с тем, как Владимир воспринимал определенные регионы нашей страны. Если же нет, то вам, безусловно, захочется познакомиться с этими городами, районами, деревнями ближе. Книга сопровождается прекрасными фотографиями Владимира. Она увлекательна, весела, остроумна. Временами хочется прослезиться, когда ее читаешь, если истории попадают не самые веселые. Но тем, кто любит нашу страну и хочет понимать ее лучше, я думаю, без этой книги не обойтись. Владимир Севериновский, «Люди на карте», «Россия от края до крайности». И вот так прекрасно книга оформлена. И такие классные из ней фотографии. читайте, наслаждайтесь, а мы переходим дальше. Большое место в портфеле нашего издательства занимает серия, посвященная народному костюму. Новинка, которая вышла в ноябре, это книга, которая рассказывает про косоворотку. Это русская «Мужская рубаха». И вот то изобилие косовороток, которые существуют, которые представлены в этой книге, созданные вместе с Российским этнографическим музеем, оно просто поражает. Если кто-то из ваших друзей, знакомых, или вы сами увлекается историей народного костюма, народного танца, то наша серия это, безусловно, один из лучших подарков для этих людей. Мы уже говорили про долгие зимние вечера и каникулы, и поэтому в каждой книге этой серии у нас есть раздел, который посвящен тому, что можно сделать руками. Это варианты кроя, вышивок. В книге про косоворотку у нас даже вот такая вкладка еще есть специальная, которую можно использовать для того, чтобы повторить вышивки одной из рубах, представленной в нашей книге. И очень интересный форзец и нагзец, они снабжены словариком, который позволяет понять значение таких слов, которые многие из нас с вами никогда и не слышали. Здесь эти слова представлены. Как я уже сказал, это книга из серии о народном костюме. Ранее у нас выходили в ней книги о лоскутном шитье. Вот такая тоже яркая, потрясающая книга с элементами народного творчества. Тут и одеялы, и платки, и костюмы, и большие исторические справки. Тоже очень интересная книга. И как выяснилось, такое модное слово петчворк, все, кто увлекаются петчворком, для них первоосновой в любом случае является наше лоскутное шитье. Так вот, лоскутное шитье, книга, которая выходила в серии о народном костюме. Также у нас в этой серии представлены книги о сарафане, русский сарафан, белый, синий, красный, книга «Паневая юбка», посвященная нижней части женского костюма, книга «Шушпан, душегре, корсет», которая рассказывает о верхней части женского костюма. Книги пользуются неизменным спросом и увлеченной аудиторией, и мы рекомендуем их читать не только специалистам, но и всем, к тому дорога наша история. Большое место в книжном деле занимают книги, посвященные воспоминаниям, мемуарам, и в этом разделе я могу рассказать о таких потрясающих книгах, как книга Юрия Михайловича Роста «Сахаров» «Кефир надо греть. История любви», рассказанная Еленой Гонор Юрию Росту. В следующем году будет отмечаться столетие Андрея Дмитриевича Сахарова, поэтому узнать о том, каков он был в семье, с друзьями, в быту, можно, прочтя эту книгу. Книга это не то интервью, к которому мы привыкли. Здесь полноправная беседа двух людей, хорошо знавших Андрея Дмитриевича. Причем, как выяснилось, Юрий Михайлович Рост познакомился с Андреем Дмитриевичем даже раньше, чем его супруга Елена Георгиевна Бонар. В основу книги легли расшифровки кассет, которые составляли беседы как раз Юрия Михайловича и Елены Георгиевны. Таким образом выглядели эти расшифровки. Здесь они приведены как элементы иллюстрации, оформления книги. Но на самом деле даже интересно сравнить, каким образом расшифровки этих бесед потом отражены в книге, которые, безусловно, подверглись определенному редакторской, корректорской работе. Тем интереснее сравнить это с прямой речью героев. Причем, что интересно, когда Андрей Дмитриевич, когда Юрий Михайлович отправлял расшифровку бесед Елене Георгиевне, он сказал, что все, что вы сочтете нужным, естественно, можно вычеркивать, это никогда не будет опубликовано. Но Елена Георгиевна вернула эти расшифровки без единого исключения, единственные были пометки по датам, именам, фамилиям, местам, то есть только уточнение, никаких исключений не было. И вот в книге тоже проведены фотографии, которые делал Юрий Михайлович Рост и до знакомства Елены Георгиевны с Андреем Дмитриевичем, и когда они уже были семьей. удивительно добрая книга, которая действительно рассказывает о любви таких известных великих людей нашей страны, как Андрей Мечасахаров и Елены Георгиевны Бонар. А книги мемуаров и интервью мы можем продолжить эту серию, можем продолжить книги Елены Образцов «Любовь и музыка неразделимы». Вот такая интересная книга, которая создана на основе ранее не публиковавшихся интервью Елены Васильевны, которые она дала Алексею Парину. Эту книгу мы делали вместе с фондом Елены Образцовой. В ней огромное количество фотографий, дневниковых записей, которые ранее никогда не были опубликованы. Тут даже детские рисунки или наброски к материалам для обучения, которые использовали Елены Васильевны, обучая пению своих студентов в Японии или в других странах. И тоже книга снабжена Куарк Адамин, которые позволяют прослушать теарии в исполнении Елены Васильевны, о которых идет речь. Ну и продолжим тогда книгой со стихами Елены Васильевны Образцовой, которая была выпущена в этом году. Удивительно добрая, тоже интересная книга, которую Елена Васильевна хотела выпустить еще при жизни, но она была выпущена у нас только в этом году. Стихи Елены Образцовой «Все беру я в голос свой». Вот такая книга. Ну и пора заканчивать. Я, наверное, в завершение еще расскажу о книгах Евгения Александровича Ямбурга. Это знаменитый педагог, известный подвижник преподавательской деятельности. Он много книг уже выпустил в нашем издательстве. Одна из последних это «Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей очень интересная книга, которая позволяет нам понять лучше и себя, и окружающий нас мир. А на сём пожалуй будем завершаться. Еще раз благодарю за предоставленную возможность рассказать о наших книгах. С наступающим всех Новым годом! Заходите к нам на сайт, QR-код вы видите на экране. До конца следующей недели у нас действуют специальные цены. Вы можете приобрести все эти книги, большинство из них со скидками. Спасибо за внимание! Спасибо большое, Анатолий!